Всем привет, это канал LoudSound. У нас сегодня розыгрыш промокодов за какой месяц? Я уже запутался, Кузя, скажи мне, за февраль, потому что сейчас март, правильно? Я приболел, я должен был снять этот розыгрыш еще пару недель назад, но извините за задержку, как всегда, я люблю извиняться за задержку, но вы все зато прекрасно знаете, что розыгрыш будет по-любому, и по-любому у нас будет победитель. Победители получат у нас Мачете МТ-30, те, кто заказал у нас промокоды номиналом 500 рублей, Ганнибал Х6Л, те, кто купил промокоды, 1000 рублей, и два Мачете МС-15, раньше мы 12-й разыгрывали, но благодаря нашему спонсору этой рубрики, компании Альфард Групп, мы разыгрываем теперь две пятнашки. Выиграют два таких сабвуфера те, кто приобрел промокоды стоимостью 5000 рублей. Напомню, что такое промокоды, это что-то вроде подарочного сертификата, которым вы можете в любой момент оплатить покупку на нашем сайте loudsound.ru, 50% стоимости этой покупки, но кроме этого вы получаете возможность выиграть приз, вот такой, который у нас разыгрывается каждый месяц. Каждый промокод разыгрывается всего лишь один раз, не сгорают ни проигрышные, ни выигрышные промокоды, вы всегда их можете обналичить. То есть это не лотерея какая-то, не ставки, риска нет, в худшем случае вы просто не выигрываете, но также можете обналичить свой промокод. Что это за хрень? Наверное, у всех такой вопрос в глазах стоит, и так Кузя сделал, короче. Называется КЗ-13, loudsound КЗ-13. Я в конце выпуска, давайте даже нет, на основном канале расскажу подробно про эту штуку, мы ждем сюда столешницу из каленого черного стекла. Очень интересная вещь, на основном канале я расскажу вам все о ней, это очень интересная, из-за нее очень интересная рубрика у нас ожидается. А сейчас давайте разыграем победителей. Выбираем победителей, мы очень просто, мы кладем промокоды по одному номиналу в наш волшебный ростовский кулек, вначале 500, потом 1000, потом 5000, и просто достаем оттуда победителей. В рукаве ничего нет, в кульке, покажи, ничего нет, то, что это называется, не кулек, а пакет, я знаю, поехали. Первым, а, показать надо, да, показывай, показывай. 500 рублей, если вас нет в этом списке, а вы покупали промокод в феврале, пожалуйста, свяжитесь с нами. У нас был один раз инцидент всего, но вроде обычно мы не пропускаем никого, там просто какая-то смена была, что-то такое, но так вышло. Но мы извинились, разыграли еще раз и подарили утешительный приз на всякий случай. Итак, 500 рублей, показывай. Ты показывай, что я их беру, а то скажут, показали одних, а взяли какую-нибудь стопку, где вся одна фамилия была, какого-нибудь нашего друга. У нас есть из-за чего нас подозревать, да, Кузя, в нечестном розыгрыше промокода. Самый первый человек, который самые первые промокоды у нас выиграл, он меня сейчас снимает. Я клянусь, это вот никакого отношения не имело тогда к розыгрышу. Кузя тогда просто был наш клиент, да, фанат, поклонник, кто-то наш был. Еценко Константин Вячеславович, поздравляю. Мачете МТ-30 выигрывает у нас. Дальше у нас промокоды. Так, показывай, что тут больше ничего нет. Дальше тысяча. Да, Кузя приехал тогда, нищеброд, на какой-то японской праворульной машине. Тойота была это, по-моему, да? Все японские машины называются Тойота. Они гордо говорят, что есть такой же Лексус. Но Лексус, это ж не Альтеза, Кузя, да? Лексус же это АЭС, настоящая армянская машина. У тебя японская была. Так, и Сергеенко Максим Олегович, Ганнибал, Х6Л, поздравляю. И кто же выиграл два сабвуфера? Надо посчитать, сколько сабвуферов мы раздали за эти годы. Кстати, так прилично. Очень много, по ходу, людей просто поставили сабвуферы, потому что в розыгрыше участвовали, а не потому что там накопили на них. Показывай. Давай опять ставку сделаем. Ты знаешь, что я в прошлый раз сделал ставку? Ты видел, да? Я выиграл. Давай, на кого ставишь? Ты что-то выбираешь на любого выберешь? Сазонов. Я не вижу, пальцем покажи. Сазонов ты выбираешь, да? А я выбираю... Ну, Винокуров, мне показалось, Винников. Сейчас, я выберу, подожди. Сейчас, сейчас. Не могу выбрать, ладно, пусть будет Винокуров. Запомнил, да? Да. Ты фартовый. Ты фартовый. Я не буду рассказывать, как тебе фартит. Когда ты, например, сверлишь. Да ладно. Я, в смысле, я опять выиграл? Да. Винокуров, Михаил Евгеньевич. Слышь, но меня теперь точно западут. Я клянусь. Слушай, а теперь пора, походу, да, в казино идти? Да. Кузя, что за фигня? Я аж призадумался. Нет, теперь могут обвинить, скажут, ля, еще и троллит, выбирает. Он знает, кто победит. Я клянусь, я не знаю. Винокуров Михаил Евгеньевич. Пожалуйста, отпишись. Поклянись, что мы с тобой не знакомы. Я клянусь. Ну, по крайней мере, фамилиями, отчества для меня не знакомы. Кто был победителем, я не знаю. Просто вот угадал. На доставке делать. А прикинь, мы бы сейчас поспорили на 100 тысяч, кто получит, кто выиграл. Так, будем рассказывать про стенд или на основном канале? Давай я вкратце так покажу, что это у нас. Смотрите, у нас здесь моноблок, термоментры, ампермоментры, все, моментры. Есть переключатели сопротивлений. Сколько хочешь питания, сколько хочешь питания, сколько хочешь еще питания здесь блок. Если даже этого мало, у нас мастек еще есть, да? Нет, там еще такой же один. Ну, еще есть, да. Там у нас огурчики, и это еще не все. Ну, это мы позаимствовали у друзей из Альфарда. Здесь у нас регуляторы плавные. Моноблок. Это, ребята, не экран, это полноценный компьютер. Еще и с тачскрином. Вот. И прибор. И, как вы понимаете, скоро будет совершенно новая рубрика. Вкратце расскажу, почему она появилась. Тесты усилителей, это ужасно скучно. Это скучно снимать, это скучно смотреть. Но есть определенная группа людей, они просят эти тесты. Эти тесты востребованы. Но так как сейчас эти тесты снимают конкуренты наши, наши коллеги, партнеры, неважно. Те, кто снимает тесты, это ебаный стыд, я бы это назвал. Вот так. Поэтому мы практически не снимаем их в последнее время. Только когда нам действительно очень интересно или очень интересный усил. А вот просто взять там какой-то усилок и проверить их, ну, реально жалко время тратить. Поэтому было принято решение преподнести тесты усилителей в совершенно новом, интересном, познавательном формате. Нам эти тесты будет проводить проще и интереснее. Вам будет зрелищнее смотреть. Вы сможете принимать участие, делать ставки и так далее. Все это будет скоро на канале Loud Sound. Этот стенд называется Loud Sound KZ13. Не в честь Кузи, а в честь короткого замыкания. Или в честь Кузи. Это одно и то же, в принципе, примерно. Скоро все узнаете. На основной канал идите. Не забывайте заказывать на Loud Sound RU. Потому что мне нужно бабло. Потому что без бабла это все мы не сможем сделать. Ну, стоимость этого стенда сколько Кузи примерно мы считали. Неплохой инсталляции такой. Я это сделал просто потому, что у меня просят тесты усилителей. Вот около 150 тысяч ушло на этот стенд. По предварительным подсчетам. И без Кузиной зарплаты. Поэтому давайте заказывайте у нас, а не у барыга. То вы посмотрите сейчас тест усилителей, да? На которые Саша потратил бабки. И пойдете на рынке купите. Купите у нас. Мы вам дадим наклеечек. Мы вам дадим доставку. И мы вам дадим лучшие гарантийные условия. Поддерживайте тех, кто развивает автозвук. Не поддерживайте барыг. И всем покажите громко. И вот сейчас надо четко.